Всем привет, дорогие друзья! К нам присоединился FNG, он же капитан команды Alliance, он же Артем Баршак. Привет! Привет, привет! Начнем с самого ближайшего. Только что выступали на ESL, был еще небольшой отдых. По прошествии от отдыха, какие у тебя остались ощущения, какие выводы, по-твоему, вы сделали после ESL? Да, честно говоря, все так же, просто работать над мелочами, работать в целом над игрой, потому что... Ну, в принципе-то, я думаю, неплохо сыграли на ESL именно с точки зрения игры, если исключить игру против викингов, потому что там совсем плохо было. Так, да ничего особенного, просто надо дальше продолжать играть и работать, работать. Ну, к вопросу о работе, к сожалению, скорее всего, я в этом году скорее не поговорю с тобой в таком формате, и поэтому, наверное, уже можно поговорить об итогах года. Сегодня нас, в этом году нас явно очень серьезно, ну, даже не в году, а в сезоне-году, серьезно помотало и тебя помотало немножко. А какие вообще у тебя остались впечатления от 2K20 после всего вот этого? Ну, конечно, без LAN совсем скучно, потому что... Ну, это другие ощущения, как минимум. LAN всегда был каким-то праздником, особенно если там это мажор, большой, сильные команды. International у нас нет, что тоже расстраивает, потому что... Ну, все же для Dota, особенно International, это слишком значимое событие. А так, ну... К сожалению, такое случается, и... Ну, знаешь, глупо было как-то ожидать или не ожидать то, что такое не может произойти. То есть, ну, это... Ну, мог бы ты сказать, что это, наверное, один из худших лет в киберспорте для тебя, или, может быть, вообще худший год, или такое, в принципе, ну, то есть можно пережить, у кого-то может быть хуже. Ну, честно говоря, не сказал бы. Мне кажется, знаешь, вот... Благодаря тому, что вот этот локдаун пошел, границы закрыты, коронавирус и так далее, и так далее, вскрылись очень много проблем киберспорта, с которыми именно в это время проще всего поработать, чтобы в будущем их избежать, и... Ты думаешь, над какими-то поработали, и что-то мы уже учли? Или это только в будущем? Ну, я надеюсь, я надеюсь, потому что... Вот знаешь, наши... Ну, тут много к чему, конечно, можно прицепиться, и тему, так сказать, можно развить здесь вообще очень-очень сильно, но... Наверное, вот было очень сильно видно, что Community. Dota к Valve сильно прицепились, потому что тяжелые времена для всех. Многие сидят дома, а люди видят, что другие игры во время коронавируса, у них как бы онлайн прибавляются, ивенты какие-то, ну, там что-то происходит, а в Dota ничего. То есть пришел International, дали компендиум, но прошел вот этот ивент Аганима, в принципе, ну, такой достаточно неплохой, и тишина. Ну, и вот Valve выкатили Dire Tide, и, в принципе, это неплохо, неплохо, не могу сказать, что ужасный ивент, но, я думаю, Valve могут еще поработать, и, возможно, там, к концу какого-то ивента вот этого Dire Tide, я не помню, там он до 20 декабря или какого-то. Там, как раз, недалеко китайский Новый год будет. Они всегда вроде под китайский Новый год любили эту штуку делать. Да, и вот на месте Valve я бы выкатил еще такой, знаешь, босса там на пять дней тоже, чтобы вот прям добить это, и, ну, по-моему, будет сон. Но здесь я к чему это веду, к тому, что это произошло после того, как люди начали форсить Valve, ну, типа, «Валв, давайте говорить, говорите, что происходит, расскажите о планах», потому что вот даже, например, сейчас не совсем понятно, да, что вообще произошло с прошлым DPC сезоном, будет ли он как-то учитываться в будущий год, хотя это, ну, глупость, что он будет учитываться, но этот вопрос же все равно открыт, по сути, да. Все еще непонятно, что с DPC сезоном, потому что, вручок, говорят, там, на февраль 2021 года, но сейчас мы смотрим на цифры, и мы все прекрасно понимаем, что Америка за два месяца не выйдет с того, что у нее происходит в цифрах коронавируса. Ну, это невозможно просто, в принципе. И, соответственно, многие там американские игроки вообще могут не приехать на мошоры, где эти мошоры... В общем, мне кажется, пока еще вот это все продержится долго, и стоит, ну, Valve, в частности, если я уже эту тему затронул, то продолжать работать над игрой, потому что именно в это время игре нужно укрепиться как можно сильнее. Да, слушай, если бы предложил Valve, условно говоря, сделать какой-то DPC-турнир, в котором тебе пришлось бы 14 дней до него сидеть полностью в... Ну, по факту, в отеле, да, то есть так называемый bubble, вот, и потом, естественно, играть, не выходя никуда и так далее. Ну, короче, по факту, считай, месяц полностью ты в полной изоляции, две недели из них ты тренируешься, две недели из них ты играешь мажор, потом едешь домой, вот, и там еще, скорее всего, дома маринуешься, потому что, скорее всего, две недели в твоей стране уже надо будет отсидеть, потому что ты куда-то приезжал. Ты был бы согласен на это? По факту, у тебя шесть недель ради двух игры на лане. Да, честно говоря, разницы никакой. Я дома точно так же сижу, поэтому... Ну, тут ты хотя бы играешь прокатки, деньги утаешь, что-то все, типа, да, там, может быть, не DPC, но турнир все-таки идет, и турниры идут постоянно, и вроде нормальные деньги с нормальными тимами. Да я не думаю, что это такая большая проблема, честно. Короче, ты предпочел бы ланну. Да, вот есть же у нас, получается... Боже, по Лолу прошел же, да, World Series, и там, получается, насколько я помню, Гамбиты, они приехали, по сути, просто на замену Unicorns of Love, они сидели там тоже две недели проходили эти карантины в Китае, они даже не сыграли на турнире, и они там сидели очень-очень долго, им Riot'ы выделили маленький, сколько там, 0,5%, по-моему, призовой, которым был еще вроде не за анонс. Но все в том, что им просто выделили призовые за то, что они сделали, и какая-то команда прошла, но не смогла выехать за локдауна, по-моему, вьетнамская команда, если мне память не знаю. Но все в том, что это как-то можно адаптировать, адаптироваться к этому всему и прогнозировать, и, ну, если Valve этим занимается, и если какие-то турнирные операторы, ну, потому что не все же, только от Valve она зависит, и они операторы тоже должны над этим работать. Если над этим сейчас работают и произойдет какой-то LAN, ну, посмотрим, как это будет, потому что, опять же, ну, очень много, как ты знаешь, переменных, которые надо учесть, потому что, ну, насколько я знаю, европейские границы все еще закрыты, ну, то есть россияне не могут в Европу, например, въехать. Ну, там по определенным темам можно, как бы, да, но дипломатически, я думаю, можно наговорить. Или белорусы, или украинцы не суть важно. Суть в том, что, ну, опять же, непонятно, что будет через два месяца, и где это все дело проводить. То есть, как бы, смех смехом, да, у меня тут флаг тоже висит. Многие говорили, вот, в Беларуси можно, ладно, проводить, но теперь и в Беларуси, как бы, не проведешь. То есть, вот, какая у нас еще? Швеция осталась, да? Страна, которая, вроде бы, не закрылась. Ну, может быть, там что-то будут проводить, посмотрим. Так, давай, наверное, все-таки из вот этой всей отдаленной темы вернемся немножко к реальности. Буквально, наверное, последний вопрос, потому что времени так много. Самый хайповый состав на районе, я знаю, что тебе не особо, наверное, хочется о нем говорить, но Just Year 404, как ты можешь назвать? Почему мне их высадить? Ну, а вдруг? Ну, я не знаю, мне кажется, люди просто, знаешь, в основе своей ожидают от них просто, типа, ну, потренироваться, миксом, как бы, порофлить, там, как пойдет. Вот, может быть, у тебя какие-то другие мысли? Не, наоборот, мне кажется, что у них, ну, точнее, у людей ожидания очень большие от этого состава, но судя по интервью Рамзеса Мааша, Marple, у них не супер большие ожидания. То есть, ребята пока просто собрались, играют этот турнир и как пойдет, так сказать. Как тебе его высказывание по поводу того, что Fishman топ-1 саппорт, которого он хотел вместе с Сумаилом? Ты согласен с этим, что соло идет после него? Конечно. Fishman — это лучшая игра в Беларуси, прежде всего. Ну, это очевидно. А буква «F»! Рабочая схема, но с другой стороны ты прямо согласен с тем, что в СНГ, ну и даже, наверное, в Европе, среди тех, кого он мог бы выбрать из свободных Fishman топ-1? Конечно. Окей. И вообще тебе, как в принципе, набор соло на троечке? Ты уже видел, наверное, сколько? Они четыре БО-3 сыграли? Еще и БО-5 и два БО-3 сыграли. Как тебе смена его позиции? Соло на троечке. Ну, 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 sorry. Для меня просто соло и нун — это одно и то же, понимаешь? Это как будто один слепшийся человек, я бы сказал. Вован играет пока как играет. Я не могу сказать, что он играет ужасно, но не сказать, что есть какая-то там выдающаяся игра. Но сколько там Вован на тройке играет? Плюс-минус все видели, что он в пабе, наверное, с месяца назад начал играть на тройке. Ну, опять же, сложно сказать, потому что в КВ они не играли, он поиграл в пабе на тройке, и вот они пришли играть. Все же, этот скилл, он больше зависит от того, как все в команде будет работать. Потому что, ну, на примере того же Себа, он играл просто в пабе, сидел, и никто в жизни не сказал бы, что Себ будет крутая тройка. Но он пришел на инт — вот хорошая тройка в его команде. То же самое про Тобсона. Если сравнивать два года назад Тобсон, который приходит в мид матчап и сливает, но потом иногда рандомно... Даже у Самаила он мид иногда рандомно выигрывал. Хотя Самаил все же считается одним из самых сильнейших лайнеров. Ну, вроде как нормально играть, но потом ты начинаешь думать о Тобсоне в команде ОГ в целом, и ты уже говоришь, что один из лучших мидеров планеты. Челдвайнта выиграл. То же самое я в таком же ключе про Нуана думаю. В принципе, если команда у него заиграет, тогда и его игра будет выглядеть нормально. Сейчас они просто играют, не сказать, что вау, но не сказать, что прям суперплохо. Понимаю. Ну и по поводу того, что вы ожидаете от своего выступления на концовочку. Прям кратенькое, я думаю. На Эпик Лиге. У нас матч с ОГ такой тяжелый получился. Вроде бы мы неплохо сыграли, но мы сами недовольны. Наверное, больше были, чем довольны. Поэтому, ну посмотрим. Я думаю, что мы еще по ходу турнира разгонимся. И вот хочется просто даже, знаешь, не то, чтобы набрать какую-то форму, а скорее дойти до какого-то пика кондиции, чтобы это уже стабильно повторялось. Потому что у нас пока игра, то мы хорошо можем сыграть, то на следующий день просто какие-то ну совсем тупые ошибки, которые проигрывают. Не боишься, что эта пасть может полностью изменить посредине турнира, который может выйти? Пусть, господи, пусть меняет. Вроде бы, знаешь, мы не просто так себя проигроки называем. Ну это правда. Просто в вопросе стабильности это обычно тоже в какой-то мере ломает на определенный период. А, я наоборот. Побыстрее бы он вышел уже, этот патч. Ну, я тоже жду. Большое тебе спасибо. С нами был капитан команды Alliance FNG. Спасибо тебе, спасибо всем. Ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик, иначе я вызову врача. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok